Студия Ночной такси представляет программу Стартовая площадка Александр и Аркадий Фрумины представляют музыку новых исполнителей Стартуем вместе! Три, два, один, старт! Стемины семечки, не было чтоб грустно Щелкайте, щелкайте, щелкайте Стемины семечки, правда, очень вкусно Стемины семечки, покупаем в русских магазинах Европы Стемины семечки, правда... Добрый вам вечер, уважаемые наши радиослушатели и телезрители, конечно, тоже Вы настроены на радиостанцию Шансон24, наш портал в сети интернет шансонспб.ру, а также, если вы видите наши расположенные в Санкт-Петербурге студию, значит, вы зрители телевизионного канала Ночной такси на YouTube Всегда, выходя в прямой эфир в пятницу и субботу, я, конечно же, всегда сообщаю статистику канала, поскольку для нас она очень важна Вот вместе с моим другом Иваном, так сказать, мы посмотрели, что же там произошло, и очень приятно, что буквально за несколько минут до входа в эту студию мы обнаружили, что там уже 30 миллионов и 815 тысяч просмотров Ну, а каждый просмотр на YouTube, это IP-адрес, соответственно, смело можно утверждать, что это совершенно разные зрители Аплодисменты изображены Да, потому что второй раз на один фильм-файл уже кликнуть невозможно, а ютюбовская машина просто не замерится Да, все по-честному Так что вот 30 миллионов и 815 тысяч зрителей к этому вечеру посмотрели то, что делает студия «Начнет такси» на YouTube уже на протяжении более чем пяти лет Как раз я вот пригласил Ивана для участия в фильме, который будет сниматься нами, как и всегда в ноябре, как и всегда с 2011 года Это будет фильм, который будет называться «Шесть лет на YouTube» Такое событие я не пропущу Телеканал «Начнет такси» Ну, при том, что на самом деле вроде 6 лет кажется мало, да, но YouTube-то всего 10 Учитывая Да, учитывая то, что ему всего 10, а нашей студии 31 год То на самом деле довольно интересно То, что 6 лет из 10 лет YouTube там находится программа студии «Начнет такси» Которая, кстати, на сегодняшний день уже имеет более 2400 профессиональных видео, которые нами загружены туда У нас 21600 с небольшим это подписчики, ютюберы Ну, а, собственно говоря, основная наша аудитория из разных концов инета Ну, это вот 30 миллионов, подчеркиваю, 815 тысяч человек, которые посмотрели нас с момента Я ведь регулярный зритель, но при этом я сейчас подумал, что я не являюсь подписчиком И вот, пожалуйста, об этом мы говорим Да, вот такой результат, интересно, да, такой результат Поэтому на самом деле то, что мы сегодня... Микрофончик немножко поправлю, вот так вот будет лучше Хорошенький, он такой весь уютненький Да, такой немецкий микрофон, новый совсем В прошлом году из Германии заказывали весь весь комплект Видно, прям аж, видно, что он еще вот только-только распакованный Ну, год назад, просто мы там покупали Вот, итак, дорогие друзья В стартной площадке сегодня замечательный человек, с которым мы уже дружим Не один год, кстати Уже так вот незаметно пробежало Три года, кстати, как у нас появляется Иван Смелик Я очень рад тому, что то, что он делает, это по-настоящему оригинально Это музыкант, которого смело, абсолютно без всякой доли иронии Можно назвать русским шоуменом Он прекрасно работает свою авторскую музыку Он пишет свою песню Это, кстати, и во многом бывает очень театрализованная песня Очень толковая, иногда очень веселая, иногда до слез грустная При этом он еще и работает на телевидении То есть бывает еще, вы можете видеть его в телесериалах Проживает он в нашей шумной большой Москве Временно Временно, говорит, проживает И, что самое главное, регулярно приезжает к нам Я, узнав о том, что Ваня находится здесь Естественно, решил снабдить его нашими новыми подарками Он возит с собой аж три серии Отдельно спасибо, потому что очень приятно Три серии рок-волны Ни разу я от вас не уехал без подарка Без подарка Всякая-всякая новая музыка Ну и, конечно, этот час эфира Наша с Аркадием программа «Стартовая площадка» Отдана сегодня Ивану Я заранее попросил его сделать мастер-диск И мы будем слушать его новые песни В течение этого эфирного часа Ну, естественно, вы, если в онлайн слушаете нас То вполне можете звонить и задавать свои вопросы на пульт нашей студии Телефон у нас прежний, код России Плюс 7 Код Санкт-Петербурга 812 Телефон 337-1044 Ну, если вы звоните из Питера То, естественно, вам не нужны все остальные коды 337-1044 Но, подчеркиваю, у вас есть 60 минут Для того, чтобы стать участником сегодняшнего эфира «Стартовой площадки» А звоните, пообщаемся О музыке, о творчестве Да, Иван человек очень контактный Поэтому, да, он о любви даже Он смело вам на все ответит Итак, Ваня Значит, ну, уже не первый раз, конечно, вы у нас Поэтому я думаю, что, в принципе, с моим интро С моим представлением Вы согласны? Согласен, да Даже вы, как обычно, говорите больше, чем я себе представляю И это всегда приятно Потому что вы человек опытный И, конечно, вы понимаете, как продюсер Чем артиста приманить Как его расположить к себе новым микрофоном Кофеечком вкусным Вообще, приятной беседой застольной Так что я отдаю должность вам, как продюсеру И спасибо за то, что так красиво Представили меня так объемно и обширно И, по сути, я так подумал А почему бы и нет? Почему бы это все не обо мне? А может быть и да Спасибо огромное Хорошо, хорошо, спасибо Спасибо Ну что же, значит, Иван, я напомню Что, хотя вы уже не первый раз в этой студии Да, у нас Что, когда приходит гость То он несет такую боевую и почетную обязанность диджея Раскраску Да, да И раскраску индейца Такого истинного музыкального индейца И, конечно же, логика заключается в том Что диджеет, конечно, у нас именно гость Почему так? Потому что я большой поклонник Как продюсер Именно потокового вещания То есть я, например, не мыслю себе радиозаписи Я не мыслю и все Потому что мне кажется, что именно то что-то неуловимое Что есть в музыкальном, поэтическом творчестве И вообще в жизни Оно только именно в этой онлайновой истории В этом же и есть саможизнь Иначе Да, иначе интересно Это скучно Да, да Поэтому я противник записных передач, откровенно говоря И всегда стараюсь, чтобы я даже и не знал Какие конкретно музыкальные треки Мой гостец принесет в наши программы Потому что Держитесь Вот сейчас я вам устрою Веселенький эфир Да, да Я думал, что это правильно Мы не боимся, так сказать Никакой цензуры Самые даже невероятные вещи Вот этого я не знал Я могу посмелее придумать историю А то я сам себя немножечко цензурирую иногда Нет, на самом деле, действительно, конечно Мы, еще раз говорю Нормальные люди совершенно И, в общем, подчеркиваю Никакая цензура здесь невозможна Абсолютно Ну, кроме внутреннего человеческого Ну, да Какого-то чешского отношения к нашу Так сказать, не обидеть другого Вот это, наверное, единственная самая цензура Которая должна быть А так, с точки зрения музыки, стихов Здесь все сделано для того, чтобы Каждый автор, который приходит Мог реализоваться И, естественно, подчеркиваю Основная задача Не только радиостанции «Шансон-24» В эфире, в которой мы с вами уже второй раз работаем А и вообще продюсерской компании «Студия ночной такси» Большой компанией У нас, скажем, из тех, кто не знает Пять собственных средств массовой информации И принципиально все они в интернете Это три больших сайта Это вот эта радиостанция И гигантский наш телеканал на Ютубе Который мы уже упомянули Но все это И плюс к этому, естественно Производство аудио- и видеопродукции Виртуальной и в физических носителях Изданной Все это сделано для одной единственной цели Которую, я считаю, благородной И необходимой для музыки вообще Сто процентов Основная наша задача Помочь каждому музыканту С нашей скромной помощью Найти своего зрителя Вы действительно настоящие рыцари Рыцари от песни Ну вот так сложилось Что я никогда, откровенно говоря По-другому и не мыслил себе этим заниматься Даже когда был совсем юным В его возрасте В 19 лет А Аркадий уже Уже довольно взрослый Он уже два года здесь Да, я так думаю Он был совсем забегал вот здесь Вот совсем ребенок Он был меньше Потому что это было три года назад Борода почти как у меня Но ты уже... Сейчас его в сентябре будет 19 А тогда, соответственно, было 16 лет Вот, на самом деле Но, к слову, могу сказать Что с 17 лет Ровно с 17 В ноябре вот как раз будет два года Этого года как Аркадий работает со мной И для меня И как для отца И как для профессионального музыкального продюсера Это очень важно Потому что музыка моя жизнь И мне очень хочется, чтобы Мой ребенок действительно Знал те, на мой взгляд Святые принципы, по которым создана эта компания И вообще создан нормальный музыкальный рынок Не рынок бездумных каких-то шоу и попсы Которые хватает момент Пытаются заработать на зрителях На спонсорах На какой-то клубничке А нормальной музыки Потому что мы работаем с интересными музыкантами С авторами С людьми, которые пытаются что-то оставить людям Свою Часть самого себя И подчеркиваю Основная функция студии «Ночной такси» Подчеркиваю В всей компании Она не поменялась С создания этой компании Мною В общем, в прошлом веке уже 31 год назад Это именно подчеркиваю Возможность для каждого музыканта Который приходит сюда Найти своего верного слушателя-зрителя Зная это Вы не представляете себе Какое волнение я испытывал Зная, что вы так работаете Что многие хотят попасть к вам в эфир Что это очень почетно Оказаться здесь сегодня На этом месте Перед этим немецким Новеньким микрофоном Так что я Новеньким Я понимаю всю ответственность И поэтому Сегодня диджеем работает Иван Смель Итак, Иван Это было большое интро И теперь я предлагаю Срочно послушать хорошую песню Собственно говоря Я понимаю, что трек-лист У нас В общем оказался не размечен Поэтому это будет Какая-то песня Ивана Смельяка И поэтому, Иван Относительно этой песни Что-то вы уже скажете После того, как она отзвучит Можем так В любом случае Идентифицировав ее Подготовил очень веселую Очень веселую подборку Плейлист будет довольно качественно Практически танцевальный Поэтому я предлагаю всем Делать свои компьютеры Приемочки погромче И начинаем с первой танцевальной композиции Я о ней расскажу чуть позже Но я примерно понимаю Что это за трек Это одна из новых вещей Так что Окей, мы можем начинать Поехали, маэстро Ты помнишь, мы с тобой расстались не спеша И вместе взвесили все против и все за Я полон силы, не болит моя душа Зачем же я ищу в толпе твои глаза Твои глаза Разлука, коварная, злая подруга Она мою душу терзала не раз Ты помнишь, и дня не могли друг без друга Сегодня, увы Словно не было нас Словно не было нас Сломалось все банально, как в плохом кино Я думал, ты остыла и любовь прошла Казалось, что с другой начну сначала, но Я умер той же ночью, когда ты ушла Ты ушла Разлука, коварная, злая подруга Она мою душу терзала не раз Ты помнишь, и дня не могли друг без друга Сегодня, увы Словно не было нас Словно не было нас Словно не было нас Ты помнишь, мы с тобой расстались не спеша И вместе взвесили все против и все за Я полон силы, не болит моя душа Зачем же я ищу в толпе твои глаза Твои глаза Разлука, коварная, злая подруга Она мою душу терзала не раз Ты помнишь, и дня не могли друг без друга Сегодня, увы Разлука, коварная, злая подруга Она мою душу терзала не раз Ты помнишь, и дня не могли друг без друга Сегодня, увы Словно не было нас Словно не было нас Словно не было нас Словно не было нас Стартуем вместе! Да, дорогие друзья, вы по-прежнему настроены на радиостанции Шансон 24 Наш адрес в сети Шансонспб.ру Сегодня в программе Стартовая площадка Замечательный автор-исполнитель из Москвы Настоящий русский шоумен Иван Смелик И мне очень радостно, что он привез сюда много новой музыки Но программа наша Всегда музыкально-информационная В общем, неразвлекательная Как и все специальные программы нашей радиостанции Поэтому я, естественно, приготовил вопросы Которые считаю важными задать И уверен, что вы еще больше и лучше узнаете нашего друга Иван Вот я уже знаком с вами в течение трех лет Вы записывались у нас на видео Приезжали к нам Я уверен, что приедете еще Я бы очень, кстати, хотел издать ваш компакт-диск Потому что я Я мечтаю об этом Ну, русское без понятия, так сказать, крайнего национализма, конечно Потому что это совершенно не в этом смысл А смысл в том, что это все равно С одной стороны интернационально А с другой стороны носит все-таки отпечаток Нашей русской городской песенной культуры Мелодика, мелодика, стихи, слово Да, да, это все равно русская песня Подчеркиваю, без упаси бог Там какого-то, так сказать, национализма Вот Что для меня важно Вот вы Поскольку я уже довольно давно слушаю Ваш материал в интернете Я рад тому, что я и записывал на видео вас Вот вообще, в принципе, ваш ориентир На кого ориентируется Иван Смелик Когда он делает свою музыку Вот По большому счету Этот вопрос, конечно, я понимаю Почему он от вас Потому что это вопрос от продюсера Любой творческий человек, автор Он, боюсь, что не всегда думает об аудитории И, к сожалению, он задумывается об этом уже тогда Когда уже все написано Уже все сделано И, по сути, трудно ему ответить на вопрос Для кого конкретно этот материал был создан Наверное, это для такого же человека Примерно моего возраста Может быть, чуть младше, чуть старше Но это люди, которые созвучны со мной По какому-то музыкальному настроению Которые примерно так же Оказывались в ситуации разлуки С любимой женщиной Или только на стадии вдохновления Кем-то, каким-то образом То есть, это всегда песня Которая строится на эмоциональном Психофизическом состоянии Молодого мужчины Ну, как бы, в хорошем, зрелом Расположении его здоровья И творческих лет Музыка для человека Ну, я думаю, что, надеюсь, думающего Любящего хорошую мелодику Может быть, даже хорошие стихи Потому что я хочу похвастаться В этом году я номинирован на звание Поэт года от одного из крупнейших порталов Уж не буду делать никакую рекламу Но, тем не менее Мои стихи расположены на этом портале И от редакции мне поступило предложение Разместить мои произведения В специальном каталоге Который в течение этого года Будет рассматривать комиссия специальная И по итогам года Значит, весной Должны будут определиться победители Но, раз я уже номинант Значит, это, по крайней мере Дает мне понимание того Что я делаю, ну, не самые глупые вещи Если я что-то пишу И это оценивается Ну, ребятами, которые разбираются Немного в поэзии Значит, это дает мне повод продолжать делать то же самое И, конечно, в этом развиваться То есть, это хорошие стихи Это правильная мелодия Это хорошая, позитивная танцевальная история Кто могут быть эти люди? Ну, наверное, как у любого мужчины-артиста Какой-то процент больше И, может быть, это даже 80% это женщины Девушки Ну, женская аудитория Ну, и мужчин, я знаю, тоже очень многие Которые любят эти песни Которые попадали в примерно мои же ситуации Записаны в тех или иных моих произведениях Ну, вот как-то так Наверное, это где-то рядом со мной Вот как выгляжу я Сколько лет мне Примерно такая аудитория, наверное Иван, это хороший, правильный, понятный мне ответ Но на самом деле Я позволю себе немножко тогда изменить вопрос Потому что я услышал то, что я, собственно, рассчитывал дальше Я рассчитывал задать Я просто работал на радио Много и не могу позволять себе каких-то пауз Да, да, все правильно Я сам его себе задаю Рассказывай, Ваня Дело в том, что мой вопрос, он в чем Вот подчеркиваю внутренний, оценочный, но искренний ориентир Вот на что, в принципе, может быть похоже Из известного на музыкальном рынке Музыка и поэзия Ивана Смелика Я понимаю, что для аудитории Это ответ абсолютно профессиональный Абсолютно правильно, потому что, действительно, и я с большим удовольствием слушаю эти песни И, собственно говоря, когда я услышал первый из них И увидел в них что-то очень близкое для себя Я, честному сказать, что я увидел и услышал Я услышал в самых лучших проявлениях русской кабары Это, на самом деле, очень необычная вещь Интересно Это то, зачем, на самом деле, со временем будет очень большая перспектива То, что со временем обязательно будет больше известно Как когда-то русской кабары было достаточно хорошо известно в Европе 60-70-х годов Когда был, вроде как, железный занавес здесь Откуда, собственно, взялся Дмитриевич, Поляков А где, собственно говоря, и появилась та музыка, которая потом, уже когда железный занавес рухнул После Горбачева пришла сюда Я думаю, что русский кабаре в большей степени будет популярна на территории Европы Потому что все равно оно кабаре Это музыка взрослых Это музыка, под которой можно потанцевать и поплакать Это не попса Это музыка состоятельных взрослых людей Это не музыка, под которой просто надо динамично двигаться и потреблять кока-колу и пиво Это не музыка футбольных фанатов Эта музыка гораздо умнее Потому что кабаре Я про это не думал, что сейчас ты говоришь Я понимаю, что да, да, скорее всего, возможно И вот я могу сказать по секрету, что я стараюсь всячески поддерживать людей, которые могут делать эту музыку Людей, конечно, взрослых Это все равно в любом раскладе ребята и девчата за 30 Но это люди, которые делают то самое тонкое, за что мы всегда любили Естественно, вне всякого сомнения Патрисию Касс на французском Азнавура И любим, дай бог ему здоровья, человеку под 100 лет Так сказать, Мирей Матье Если я когда-нибудь окажусь в списке перечисленных И очень важно, что вот эта логика, вот этой вечной песни для взрослых Городской песни Это не фолк И в то же самое время, конечно, кто-то хочет от музыки Ну, постоянные моды, там динамики, драйва Но дай бог нам взрослеть Понимаете? И вот это то самое неуловимое, в котором есть юмор, мелодика, авторство Ну и, конечно, стихи, которые надо слушать Потому что, на самом деле, ваша музыка мне, как продюсеру этой студии и радиостанции и телеканала Близка именно потому, что в ней есть смысл Потому что, вообще, мы много лет уже, в течение 8 лет с лишним Пользуемся таким весьма интересным термином, который нам случайно, не специально подарил замечательный человек Большой специалист в русском кабаре во Франции Дай бог ему жизнь, он жив и здоров Это человек, который болгарин по национальности Он, на самом деле, знает прекрасно русский язык Он записывал всех русских Парижа в 70-е годы Он записывал и замечательного Алеша Дмитриевича И великий Михаил Шемякин Организовывал эти записи под виниловые пластинки Он записывал Владимира Полякова, который гениальным цыганским басом в 90, подчеркиваю, 6 лет Настолько качественно пел, что звукорежиссер Француз Роберт Придон, который давал мне интервью Которые можно посмотреть на Ютьюбе Сказал мне, что, Александр, я не ожидал, что русские цыгане так поют Потому что человеку было 96 И когда я записывал его в своей студии в Париже Ну, в каком году, там, в 75-м, в 76-м году То у меня просто мурашки шли по коже Я, как звукорежиссер, не ожидал, что это такой силы и чистоты бас И вот этих людей, кстати, и, конечно, Владимира Высоцкого Все записывал замечательный болгарин Прекрасный музыкант Константин Казанский И он подарил нам замечательный термин Который мы с удовольствием используем И перед следующей вашей песней, которую я позволю себе сообщить в эфире Когда я спрашивал его Костя, вы записывали такое количество русских Вы живая легенда И вам еще даже не сто лет Как же назвать вообще шансон? Что это такое? И он мне с великолепным болгарско-французским акцентом сказал Саша Шансон – это музыка вокруг стихов И вот когда я впервые услышал Ивана Смелика Более трех лет назад То я совершенно однозначно сказал И боюсь сказать это под нашу камеру Под микрофон и под огромную аудиторию нашего канала Что я действительно абсолютно однозначно Вот под этот великий стандарт Великого Казанского Который записывал Высоцкого, Дмитриевича, Полякова, Баглоенко То есть который гениальный аранжировщик Гениальный музыкант Фактически русский Хоть болгарин по крови Любящий Россию естественно И всю жизнь живущий Так сказать В свое время Тодор Рожевко Он смог скрыться А вот во Франции Вот это определение На мой взгляд Дал совершенно великолепное Музыка вокруг стихов Что такое шансон Кто-то пытался Когда мы открыли это направление Добрых 30 лет назад Говорить Это блатняк Это тюремная песня Вот в России Он за этот шансон Я с ужасом все это слушал Потому что я посчитал себя Немного виновным в этом И дело в том Что это же не поцензурная песня Она же о жизни И конечно Я открыл огромные коллекции В эфире Жизнь много пластов имеет Совершенно верно Я же открыл коллекции Я же открыл коллекции Аркадия Северного И стал печатать Эти полторы тысячи песен Много лет назад Я открыл для эфира Владимира Высоцкого Я открыл Александра Занбаума И он записывался В этой студии Целое десятилетие Я издал более 22 его альбомов И это музыка В которой действительно Ну не поцензурная жизнь Неудачная любовь Политика, криминал Но это нормально Потому что это от человека К человеку А потом естественно Когда начался процесс Коммерциализации Почему-то послушав Мою программу И продукцию моей студии Люди сказали Шансон это блатняк Ты вот товарищ Фрумин Занимаешься этим Я говорю Да нет Блатная песня Не может именоваться шансоном Это просто органическая Его часть И поэтому Одна из грани Вот этого большого И поэтому давайте не спорить На эту тему И гораздо более правильное Определение того Что мы называем На мой взгляд Великой городской песней Русских И кстати французов тоже Потому что это же пришла Эта мелодика Эта логика ведь оттуда Само слово Само слово Это же песня по-французски Это все-таки именно Логика стихотворного Поэтического творчества Ритмизованный стих Которым независимый музыкант Не в коммерческих целях Пытается общаться С той аудиторией Которая Как раз вот к вам Итак Следующая композиция Иначе наша публика Нас обвинит Что это слишком Слишком много информации А песни хорошие И бодрые Да, давайте потанцуем Еще немножечко Следующее произведение Я уверен Что тоже даст Повод вашим мышцам И конечностям Привести Весь организм В какую-то танцевальную Ритмику Что сказал? Ритмику Ритмику Ждем Аркадий Александрович Не услаждает мне уста Аромат пьянящей воли Причина недуга проста Я все еще тобою болен Я тобою болен Я тобою болен И снова от тебя бросает в жар Мне от тебя так круто крышу сносит И в каждой клетке от тебя пожар Ты моя температура 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 Я сам рисую жизнь свою И судьбой своей доволен Пишу, играю и пою Но все еще тобою болен Я тобою болен Я тобою болен И снова от тебя бросает в жар Мне от тебя так круто крышу сносит И в каждой клетке от тебя пожар Ты моя температура 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 И снова от тебя бросает в жар Мне от тебя так круто крышу сносит И в каждой клетке от тебя пожар Ты моя температура 38 И снова от тебя бросает в жар Мне от тебя так круто крышу сносит И в каждой клетке от тебя пожар Ты моя температура Шелкайте, шелкайте, шелкайте Стемины семечки не было, чтоб грустно Щелкайте, шелкайте, шелкайте Стемины семечки правда очень вкусно Стемины семечки покупаем в русских магазинах Европы В эфире Стартовая площадка Да, дорогие друзья, это программа Стартовая площадка В эфире радиостанции Шансон 24 Вы по-прежнему настроены на наш портал шансонспб.ру До завершения этого эфирного часа В гостях у меня замечательный московский автор И актер, кстати, тоже Об этом будет следующий вопрос Иван Смелик Сегодня мы слушаем только новую его музыку Ну и, конечно, о его музыке в эфире говорим Ну и, конечно же, теперь поговорим о его актерских возможностях и способностях На самом деле, Ваня, я ведь знаю, что вы были участником и, в общем-то, ни одного телевизионного проекта И мне бы хотелось, чтобы вы немножко рассказали сам Потому что мне интересно, чтобы вы сами выразили свое отношение к тем фильмам, в которых вы участвовали Да, я снимался в огромном количестве всевозможного киноматериала Да, именно телепродукции, да Да, но есть и кино, то есть фильмы, в которых я принимал участие В смысле, в театральных фильмах, да? Кино, то есть то, что мы видели на больших экранах Ну, театральное кино называется, да Да? Не знаю Оно называется театральное кино и есть телекино А, вот так, театральное кино Я знаю, что есть большой экран Ну, да Ну, профессионал называется театральное кино Ну, полный метр, еще называем Да, то есть чем полнее метр, тем меньше на данный момент моя роль пока что. Ну ничего страшного. Какие наши годы? Чем меньше метр, тем больше роль. И там я, конечно, уже больше могу проявлять свои какие-то актерские возможности. Но те, кто смотрели, вот мама, девушка моя, они говорят, что я прекрасный актер и неплохо справляюсь с тем материалом, который предлагает. А ваше образование? Актерское? Актерское, да? Да, я по образованию, по второму моему образованию. Я профессиональный актер театра кино. Ну, так что, в принципе, я имею право этим заниматься. И многие говорят, что действительно это получается. И по большому счету, конечно, это одна из граней каких-то моих талантов. Я уж не знаю, не знаю, громко ли это слово. Но тем не менее, я пытаюсь развиваться и в этом направлении. Оно мне так же интересно. Вряд ли оно мне интересно больше, чем музыка. Но тем не менее, это тоже одно из моих любимых занятий. Это одно из моих любимых творческих направлений. Поэтому я стараюсь проявлять себя и как актер. Не зря же этому учился. У меня корочка есть. Малик, интересно. А вообще, какой может быть у публики так сказать, вариант посмотреть что-то еще с вами в игровом кино? Да, я сейчас отснялся в нескольких проектах. Просто чтобы мы проанонсировали в эфире, где можно встретить будет Ивана. Да, пожалуйста. Вот недавно закончили съемки замечательного восьмисерийного проекта. Он называется Драйв. И он стартует в сентябре-октябре на Первом канале. Будет идти в прайм-тайм. Главные роли там исполнили Владимир Епифанцев, Николай Фоменко. Ну и ваш покорный слог. Ого, как интересно. Да нет, ну конечно не главная роль. Но эпизод серьезный, большой. У меня значительная роль. Меня будет много. Будут крупные планы. Я буду общаться с Николаем. С Колей я на самом деле хорошо знаком. Потому что он начинал здесь. Очень интересный. Да, он начинал здесь. Он же ваш питерский. Он же наш питерский. Да, знаменитый групп «Секрет». И я с ним встречался потом на Московском русском радио. По той простой причине, что собственно говоря, русское радио когда-то страшно скрывал я. Вот в Москве. Да, в Москве. Причем, что интересно. И позвал туда парня, который сейчас этим не занимается. В общем, достаточно известный в наших кругах человек Сергей Архипов, который проживает сейчас в Финляндии, вот рядом с Питером. Занимается радио «Спутник Финляндия», которому принадлежит как владельцу. Он ушел с русского радио из-за конфликта несколько лет назад. Хотя Сергей фактически его и создал. Я придумал, а он воплотил в жизнь. И с радио «Рокс», где он работал, когда-то я и привел его в эту кампанию, когда, собственно, русское радио только-только начиналось. Ну, не пугайтесь, это было 20 год назад, в 1905 году. Мы были все немножко помоложе. И вот как раз Колю Фоменко, которого я знал по Питеру, привел туда Сергей Архипов и вот эти вот знаменитые смешные заставочки рекламной службы русского радио, за которых потом, правда, был конфликт с КВН и прочими товарищами. Потому что, конечно, Фоменко их далеко не все придумал сам. Ему их искали, и он их читал. А там были, оказывается, авторы, и они предъявили претензии небольшие, пришлось кидастах к нам убрать. Но вот как раз таки он, Коля, и придумал еще забавную программу такой русский гвозди, которую он ввел. В Сорио был довольно таким ярым поклонником его продукта, который он производил. Ну, такой вот хулиган, да, хулиган, но без сомнения, конечно, талантливый очень человек. Не однозначный, конечно, то есть, как любой творительный человек. Ну, да, да. На мой взгляд, у Коли были перегибы в сторону ниже пояса, конечно, немножко это было все грубовато и как-то, на мой взгляд, не всегда к месту, но это было очень искренне. И всегда профессионально. Да, и всегда профессионально, именно вот как шоумен. Было очень приятно. Я рад, на самом деле, что он снимает сейчас кино, потому что как-то в последнее время я его не очень встречал. Я знал, что... Больше спортом он... Нет, он пытался заниматься автомобильной командой и фабрикой Маруся, которая, к сожалению, разорилась из-за инвесторов и закрылась. Он попытался уйти в автоспорт. Я рад, что он вернулся собственно в родные пенаты, потому что очень талантливый человек, очень взрывной. И я думаю, что очень хорошо, что... что-то еще увидите. Да, да. И очень хорошо, что вы с ним в одном проекте. Епифанцева я знаю меньше, в основном по фильму любимого Федора Бондарчука, с которым я честь быть знаком. Конечно, Епифанцев там блестящийся сказал «Шапионе» по Акунину. Это блестящая, конечно, совершенно тема. Я люблю такие фильмы. И я очень рад, что вы так поучаствовали. Это очень важно, что мы это можем прононсировать. Что будет сцены, где мы втроем, и вот я один из тех людей, которые участвуют именно в этой сцене и довольно большой вес имеют именно в этой сцене. Ну, я понял. По времени. То есть вы это увидите, и вот это сейчас маленькая гордость, мой маленький шаг в сторону большого кинематографа, ну и как-то телевизионного, Ну, это очень здорово. Вы динамичный человек, который действительно предрасположен и имеет опыт актерской профессии. Поэтому я считаю, что это большая удача. Но я могу сказать по секрету, поскольку у нас такой обмен мнениями, да, в эфире происходит, о чем я вам не сказал, вот когда вы пришли в студию за час до эфира, что на самом деле мы впервые за столько лет работаем на музыкальном маркете и на маркете телевидения наконец-то исполним в течение ближайших двух лет. Не сразу. Но мою очень давнюю мечту. Дело все в том, что наша компания же правообладатель по творчеству Аркадия Северна. Мы снимали и большие документальные фильмы о нем с крупными телеканалами. Часовые фильмы снимали и не только для НТВ+, а снимали, конечно, в первую очередь для Пятого канала 8 лет назад с замечательным историком, с Львом Лурье. Этот фильм не один раз транслировался на всю Россию. И мы наконец-то объединились с крупным московским партнером. Совсем недавно, месяц назад, 1 июля подписан договор. О нем есть в интернете, просто я не успел еще вам сказать. Мы решили выйти в эфир и сказать об этом под микрофоном. О том, что наконец будет игровой боепик по Аркадию Северному. Фильм с условным названием Аркадия Северный. Большой. Либо 4, либо 8 серий. Игровой. Стандартный фильм именно телестандарта современного сериала. Подчеркиваю. Либо 4, либо 8. Это художественное, что ли? Конечно, игровое кино. Где будет подбираться сейчас и актер на роль Аркадия Северного, и будут подбираться актеры вообще, так сказать, для участия в этом. Будем делать компанию, с которой мы хорошо знакомы, но никогда с ней до этого не работали. Это знаменитая московская компания, которая носит название Всемирные русские студии. По-английски RWS. Russian World Studios. Компания, которая относится к вашей московской крупнейшей компании ФК-системы, одной из самых богатых в Москве, Евтушенкову. Генеральный продюсер и директор компании Юрий Сопронов. Мы даже перешли на ты с ним в этом году. И это будет большая, интереснейшая работа. Сейчас он создается пока в первой версии сценарий. И мы пытаемся рассказать жизнь Аркадия Северного. Харизматичный артист. И если в жизни Аркадия Северного было какое-то знакомство с человеком, похожим немножечко по психофизике на меня... Мы попробуем. Дело в том, что, конечно, у нас там с ним жестко с Юрием Сопроновым разделены обязанности. Но это так и надо, потому что это очень дорогое и сложное производство. Может быть, вряд ли вы будете касаться именно кастинга подбора артистов? У меня будет определенный такой, как бы, совещательный голос будет, потому что мы разделили обязанности так. Ну, во-первых, правообладатель, во-вторых, это же музыкальное кино. И мы будем делать огромное количество треков Аркадия, в том числе и некоторые, вполне возможно, современные, аутентичные. Их будет 50. И вот это, плюс, естественно, как у правообладателя консультация, сценария, сценариста, это как раз работа в студии ночной такси. Вот так разделены обязанности. Да, это не просто предоставить права, а это сделать и весь саундтрек. Да, 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 сделать саундтрек. Юра очень опытный человек, он заканчивал наш логитминг здесь в Питере, он немножко постарше меня годами, давно, с момента открытия работает в этой компании, он один из ее акционеров. И на самом деле, человек, который ее, собственно, когда-то и придумал, РВС. А это уже 18 лет назад все было, в 1998 году. Он очень большой специалист. И мы как-то неожиданно с ним подружились, так быстро, за эту весну. И при этом, я, конечно, буду говорить ему о том, я же не зря этот разговор сейчас завел в эфире, когда вы, актер, здесь находитесь, в общем, это совершенно не зря. Я буду предлагать ему, я не могу поручиться, в силу того, что мы взрослые и мы договоримся на берегу. Я сам понимаю, это письмо знает. Но предлагать, да, но предлагать вас, конечно, я буду обязательно. Потому что я вижу ту моторность, которая мне видится в том, что, я не знаю, конечно, кто сыграет Аркадия Северного, абсолютно не знаю, но поскольку это большая работа, и вы уже появлялись в таких сериалах, то, конечно, я, имея право голоса вот в этом тандеме, да, я, конечно, как продюсер этой студии, и правообладатель этого материала, конечно, я предложу вас обязательно. Я играл в сериале по творчеству Михаила Круга, Легенда Круга. Да, Легенда Круга, ты тоже показывал первый канал. Ну, скажу вам по секрету, что, очевидно, первый возьмет эту штуку нашу. Потому что... Раз уж была такая история, значит, им интересно. Дважды она была. Она была с Володей Высоцким и Никитой Высоцким, с которым я в прекрасных отношениях. Он же, собственно, и озвучивал Безрукова, игравшего папу, и он же писал сценарий. И идея в том, что они как-то вот раньше не признавали Шансон, Эрнст и Аксюта, а потом признали. И поэтому Высоцкий, потом Круг, и вот сейчас, очевидно, будет Северный. И потом проект Три Аккорда, опять же, на первом канале. Значит, эта история в начале живет. Ну, на сегодняшний день, конечно, я забегать вперед не могу, потому что все-таки переговоры ведет РВС, а не студию начинает так все. Да, мы просто пока... Да, но интересно это говорить, потому что мы уже задавали мое интервью огромное на эту тему. Оно было сразу после официального договора, потому что у нас есть понятие информационной безопасности, поскольку это дорогой, серьезный проект, рассчитанный минимум на 3 года, и поэтому я не могу без Юры. Но Юра не может тоже без меня. И поэтому все это было очень грамотно сделано. Я дал интервью, очень осторожное, с рассказом о том, что это будет, как поделенные обязанности. Юра его поддержал и отправил его даже в свой Facebook, чтобы это могли... Я желаю удачи этому проекту. Да, да. Я буду обязательно предлагать вас, потому что мы договорились, что я предложу тех музыкантов, тех актеров, которые могут сыграть в этой большой работе. Сниматься все это будет в Питере. РВС компания очень серьезная, очень крупная, у них есть свои павильоны. Да. В Питере, да. В свою очередь, я вам обещаю, активное погружение в материал и, конечно, какой-то процент с гонорара. В любом случае, мы с вами договоримся. Я думаю, что вам будет выгодно это еще и... Нет, нет. Весь гонорар останется Ивану Смелику. Нет. Это все не так, это организовано. Запишем как раз с этого. Я обещаю, что если мы работаем в этом проекте, то с этих историй мы с вами выпускаем... Ну, вот я как консультант сценариста, во-первых, мы приступим к работе со сценаристом очень скоро, я думаю, уже осенью, зимой. И когда мы определимся с каналом, потому что, вы понимаете, это настолько сложный бизнес, что без канала, который будет это приобретать, мы дальше сценария, конечно, идти не можем. Но желание каналов есть. Это место должно быть. Да, да, да. Желание каналов есть и, в первую очередь, Первого канала. Поэтому, так сказать, очень скоро, очень несколько месяцев эта работа начнется. Я специально, прилюдно обещаю, что уважаемый у меня Иван Исмелько, к тому же, только что появившийся там в сериале на Первом, да, я, конечно, буду команде Юрия Сопронова предлагать. Дальше, конечно, уже понятно, что это все-таки решение окончательно буду принимать не я. Я приеду, конечно, обязательно попробую. Но попробовать, понять, что это, тем более, что я постараюсь, чтобы вы обязательно были здесь, потому что вы музыкант, на мой взгляд, во многом созвучнее того, что делал Северное тогда. Для меня это безумно. Поэтому это очень интересно, когда люди, которые знают музыку, сыграют в столь сложной музыкальной казине. Потому что, естественно, как и в любом бою, таки это будет какая-то история, это будет история на правдивой основе, и при этом, естественно, наша задача как можно более правдиво это представить в антураже 70-х годов и показать музыку. Познакомить зрителей и людей, которые не были знакомы с творчеством. Вернуться как бы в то время. Вот такие дела. Ну что же, мы слушаем еще одну композицию, потому что у нас, Аркадий Александрович, вы контролируете мастер? У нас есть только 60 минут. Все, погнали. Тогда еще танцуем немножечко. Да, да, конечно, танцуем, Иван, командуйте. Маэстро, музыку и чуть больше об этой песне я расскажу после прослушивания. Я скоро сполна расплачусь за грехи И буду блуждать где-то между мирами За то, что кого-то люблю вечерами А ночью тебе посвящаю стихи Ты горечь мою превращала в дугу Моя невозвратная В жизни потеря Я, может, зачем-то в себя еще верю Да только тебя позабыть не могу Теперь не вместе так бывает Ни ты, ни я здесь, ни при чем И сердце молча остывает Я не жалею ни о чем Все это для меня Я так легко сумел уйти Но если мы родимся снова Ты обещай меня найти Ты обещай меня найти Дороже любви мне свобода моя Но вдруг без тебя Но вдруг без тебя стало сразу ненужно И мне сердце сковало Метелью и стужей Другому пуснится Улыбка твоя Я вслед за тобой больше не побегу Скучать и страдать По тебе я не буду Сотру номера И твой адрес забуду Я только тебя Раз любви не смогу Теперь не вместе Так бывает Ни ты, ни я здесь, ни при чем И сердце молча остывает Я не жалею ни о чем Все это для меня Не ново Я так легко сумел уйти Но если мы родимся снова Ты обещай меня найти Теперь не вместе Так бывает Нет, ни ты, ни я здесь, ни при чем И сердце молча остывает Я не жалею ни о чем Все это для меня не ново Я так легко сумел уйти Но если мы родимся снова Ты обещай меня найти 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 Стартуем вместе! Ты обещай меня найти И на съемки я его публично пригласил в ноябре Потому что считаю, что шестилетие нашего канала на YouTube Я считаю, отметить надо Тем более, что там уже видео из прошлых приездов есть Которые были несколько лет назад Я считаю, что пропускать не следует эту дату нашу Хотя она, конечно, не такая большая Как 30-летие студии «Ночное такси» Или 20-летие фестиваля памяти Аркадия Северного Который мы отмечали в 2015 году Это такой еще один ребенок вашей студии Ну, фактически да, потому что, конечно, после 16 лет FM-радио Уже 6 лет на YouTube В общем, на самом деле, это неплохо Потому что самое главное всегда соответствовать времени И самое главное для меня Как для продюсера компании, подчеркиваю Дать возможность талантным людям выйти К той самой аудитории, которую мы когда-то Для этой музыки стали формировать Начиная с 1885 года на магнитной ленте И на концертах А с 1893 года на FM-радио С 2004 года на дисках форматах DVD Породили, вы эту публику создали Ну, вернее, мы собрали Публика, конечно, создана Вот теперь и гермите публику Поддерживайте артиста Современными словами Всякими разными Всякими быстрыми видеосерверами YouTube И всякими веселыми аттракционами Типа iTunes и Apple Music Где, кстати, загружено порядка 6000 треков Которые нам принадлежат Это я к тому, что желательно было бы подумать Все-таки и об издании веселого альбома здесь Который бы, я уверен, получил хорошее продвижение С нашей скромной помощью И думаю, что пора было бы его уже выпустить Тем более, что такого прекрасного динамичного материала Уже много Итак, у нас Аркадий Александрович следит за мастером Это все записывается для этого И он сообщил, что у нас осталось 60 минут Сказал, что осталось минут 10 Поэтому я предлагаю сейчас поставить еще одну композицию После нее, конечно же, попрощаться А при этом образом отдать пожелания нашей аудитории И в финале, я думаю, мы успеем до 60 минут еще одну вашу вещь поставить И пойдем кофе попьем, еще пообщаемся за кулисами Да, я думаю, мы пообщаемся, потому что поезд в Москву Это тут у нас все с корабля на бал, вернее, с бал на корабль С бал, вернее, на вокзал На московский Сейчас уже около 8 тут по московскому времени А, как раз и часик мне там поужинать, добраться Ну да, в принципе, мы все успеваем Потому что самое главное было вот так Оперативно собраться и поработать эфир Итак, следующая композиция Аркадий Александрович, слава вам Слишком прочной стала нить Я обещаю не звонить Ухожу, чтоб не мешать Но смогу ли я дышать? На вопрос один ответ Мне назад дороги нет Я все решил за нас двоих Но не забыть мне губ твоих Я себя не узнаю Я над пропастью стою Все готов отдать я за Эти карие глаза Ты лишила меня сна Тридцать пятая весна Обними, обогрей Меня скорее О, обними, обогрей Меня Слезы не могу сдержать Мне от себя не убежать Умоляю, отпусти И за все меня прости Счастье ты мое и боль Плохо сыгранная роль Не унять мне сердца стук И как мне жить без твоих рук Я себя не узнаю Я над пропастью стою Все готов отдать я за Эти карие глаза Ты лишила меня сна Тридцать пятая весна Обними, обогрей Меня скорее О, обними, обогрей Меня скорее Меня скорее О, обними, обогрей Я себя не узнаю Я над пропастью стою Я себя не узнаю Все готов отдать я за Эти карие глаза Ты лишила меня сна Тридцать пятая весна О, обними, обогрей Меня скорее О, обними, обогрей Прошли эти 60 минут В эфире радио 624 Это хороший знак для беседы Да, но самое главное Что они никогда не пройдут На ютьюбе Эти 60 минут Потому что все это Записывает наше профессиональное оборудование Завтра Может быть даже сегодня ночью Все это будет уже опубликовано На нашем телеканале Супруга пришлет Ваня вам ссылку Это можно будет показывать друзьям Забрать какую-то соцсеть Все эти 60 минут Остались навсегда В гигантском видеохранилище Очень грубо Поэтому в финале программы Перед тем, как еще один ваш трек Будет звучать в ее завершении Самое традиционное Что я обычно спрашиваю Всегда говорю о том Что вопрос не банальный Хотя, в общем, может быть Особо оригинальному не покажется Но не банальность его Именно в структуре вещания Дело в том, что Вопрос, о котором я Не говорил в начале программы Но всегда говорю в финале С каждым гостем Даже если он появляется не первый раз Звучит таким образом Ваше пожелание Сегодняшнее Спонтанное Без подготовки Той аудитории Которую будет вас смотреть Объясню по тексту И не банально Дело в том, что Что такое YouTube YouTube это гигантское Видеохранилище мира Онлайновое Самое крупное в мире Из частных видеохранилищ Не прилежащих Какому-либо государству Смысл YouTube заключается в том Что по-английски Он работает по принципу Видео-демайн То есть видео по запросу И когда кто-то запрашивает Ну, телеканал Ночной такси Знают бренд студии Есть поклонники У Ивана Смелика Они ищут его Где-то в интернете Где-то в Google В Яндексе И вдруг выскакивают ссылки И вот эти 60 минут Профессионально записанные С панорамной камерой Со телефоническим звуком Доступны на их компьютере И поэтому каждый раз Тому, кто демайн То есть по запросу Будет искать нас Даже через 5, 10, не знаю 20, 30 лет Он услышит это пожелание Как впервые Поэтому от моего гостя Замечательного московского шоумена Автора, исполнителя Естественно, актера Ивана Смелика Вот то пожелание Которое именно сегодня Он сиюминутно Хочет высказать Нашей огромной аудитории Интересно И более ответственно получается Ну получается, да Но самое главное Что спонтанно Потому что Зная, что через годы Получится, что Как будто я И в данный момент Обращаюсь к этому человеку Вот в этом смысл Моего не банальный вопрос Дорогой дружочек Если ты сейчас Смотришь и слушаешь Эту передачу Значит, что Ты Интересный человек Думающий Ищущий в интернете Наверняка Ссылки на Хорошую музыку Или Стихи Положенные На музыку Я хочу пожелать тебе Во-первых Крепкого здоровья По жизни Оптимизма Легкости Отношения Вообще К структуре Бытия Жизни Пусть все твои родные Близкие будут здоровы Пусть твой Музыкальный вкус Несмотря на то Что сегодняшний Тебя привел На ссылку Моей музыки Пусть он развивается Меняется Я к этому времени Тоже буду развиваться Мы будем вместе Это делать Несмотря на то Что может быть В какой-то момент Наши вкусы Разойдутся Но тем не менее Я хочу Чтобы твоя дорога Была счастливой Усеяна Яркими моментами В жизни Которые приносят тебе Кайф от существования На этой грешной планете Давайте любить Наслаждаться друг другом Беречь свою семью Своих родных И побольше музыки В жизни Которая принесет Какие-то яркие краски Спасибо Спасибо дорогие друзья Это была стартовая площадка В эфире Шансон 24 Замечательный автор и исполнитель Иван Смелик Был у нас сегодня Я надеюсь Что очень скоро В ноябре этого года Мы встретим его На нашей съемочной площадке В гигантском питерском Концертном музыкальном клубе А2 И в фильме Который носит название 6 лет на YouTube Прозвучит его новая песня Я очень благодарю Иван За то что вот так вот С корабля на бал Перед поездом Успел приехать к нам в студию Я очень рад тому Что все это получилось Я благодарю конечно же Нашу аудиторию За эти 60 минут с нами И моего замечательного Младшего сына Аркадия Фрумина За безупречную работу за пульком Всего доброго Завтра услышимся в программе В ночной такси Спасибо До свидания И сниму я волчью шкуру Я устал ее носить Ты убеди меня остаться Чтоб я свободы не просил И в любви тебе признаться Если хватит твоих сил Докажи что ты любишь меня И в глазах мне всю правду скажи Дай мне ключ открывающий Все твои двери Я поверю И я поверю Что я нужен тебе Докажи Всю любовь мне свою покажи Укроти Что живет во мне дикого зверя Я поверю И я поверю И я поверю Тебе поверю Ты расстели мои печали И в суете ненастных дней Чтоб унесон сердца стучали Стань единственной моей Как мишень в огромном тире Я ранен, загнан, уязвим Ты в моем опасном мире Стань спасением моим Докажи что ты любишь меня И в глазах мне всю правду скажи Дай мне ключ открывающий Все твои двери Я поверю И я поверю Что я нужен тебе Докажи Всю любовь мне свою покажи Укроти что живет во мне дикого зверя Я поверю И я поверю И я поверю Тебе я поверю Я поверю Ты приручи мою натуру Мне больше не о чем просить И сниму я волчью шкуру Я устал ее носить Докажи что ты любишь меня И в глаза мне всю правду скажи Дай мне ключ открывающий Все твои двери Я поверю И я поверю Что я нужен тебе Докажи Всю любовь мне свою покажи Укроти что живет во мне дикого зверя Я поверю Докажи что ты любишь меня И в глаза мне всю правду скажи Дай мне ключ открывающий Все твои двери Я поверю И я поверю Что я нужен тебе Докажи Всю любовь мне свою покажи Укроти что живет во мне дикого зверя Я поверю Я поверю Я поверю Тебе я поверю Я поверю Тебе я поверю Студия ночной такси представляет программу Стартовая площадка Александр и Аркадий Фрумины Представляют музыку новых исполнителей Стартуем вместе Три, два, один Старт! Шелкайте, шелкайте, шелкайте Стемины, семечки Не было чтоб грустно Щелкайте, шелкайте, шелкайте Стемины, семечки Правда, очень вкусно Стемины, семечки Покупаем в русских магазинах Европы Стемины, семечки В эфире Стемины, семечки Продолжение следует...